Потом я в интернет, чтобы рассмотреть нормально. На самом деле, наверное, нужно сначала поздороваться, хотелось бы, но уже вы какую-то коммуникацию уступили. На самом деле, задача для меня говорить о Мишаевич, была, когда поставлена, она меня несколько бескуражила, потому что такого рода выступлений у меня никогда не было. Я не искусствовед, я не человек, который занимается произведениями искусства такого рода. Но, тем не менее, так сложилось, что какое-то решение имею я к этому вопросу. Отказаться я, естественно, не могла. И когда Андрей Мабрихин у меня спросил, что как ты хочешь назвать эту встречу, как ты хочешь придумать какое-то название, я не думала ни одной секунды, я сказала «Миша Брусиловский». Потому что я могу говорить о нем только вот в таком контексте. Говорить о величине художника, ну, наверное, уже бессмысленно, об этом сказано очень много, и для всех это совершенно очевидная вещь. Заниматься какими-то исследованиями, на это есть масса специалистов, которые этим занимаются. Я могу говорить лишь о том, как я видела этого человека, какую роль сыграла в моей жизни, и стал частью моей жизни, и многое изменил в ней. И вот только в этом преломлении я, собственно, об этом не могу говорить. Мы познакомились в 1998 году. Это была выставка в резиденции губернатора, Женя, твоя коллекция. Вот, собственно, Женя нас и познакомила. И, конечно, в то время я еще не совсем осознавала, что произошло, что принесла с собой эта встреча. Понимаете, это стало гораздо позднее, но с появлением Брусиловского для меня как будто открылась дверь совершенно в другой мир. В мир совершенно другого искусства. До этого я видела некоторых мужских художников, а крупные художники были только на страницах альбомов, в музеях. Здесь вдруг я оказалась допущена к чему-то очень большому и очень значительному. Изменилась вся моя жизнь. Я могу об этом говорить с полной ответственностью, что это произошло. Я очень счастлива и очень горжусь тем, что у нас сложились достаточно близкие и дружеские отношения. И я смею надеяться, что я могу так говорить, что я вошла в этот круг, который был вокруг Миши Шаевича. А круг, надо сказать, это совершенно необыкновенный. И, конечно, во многом это огромная заслуга Тани Брусиловской, потому что помимо такой полной поддержки, полного понимания значимости Миши, Таня умудрилась еще создать совершенно умеетную и совершенно гостеприимную обстановку. Все художники с удовольствием всегда ходили в их дом. И, в общем, фактически это был центр культурной жизни. И я, когда подбирала эти фотографии, я на самом деле сначала хотела выбрать всего лишь несколько фотографий, которые бы проиллюстрировали мои слова. Но я наткнулась на фотографии, которые мне казалось очень важным показать. Это Миши Шаевич за работой. Я ни разу... Ты, конечно, видел, но... Я не видел, как он работает ни одного раза в жизни. Ты был со мной здесь. Вы на танец. Да? Да. Я просто посчитала, что это большая ценность. Только как-то все так плохо переключается. Вот так сделаем сейчас. Я просто в очередной раз, вот, глядя на эти фотографии, я поражалась, с какой сосредоточенностью и вниманием. Их достаточно много, этих фотографий. Но я просто решила их все взять, потому что они... Я не знал, что у тебя есть эти фотки. Да, конечно. Здорово. Ну, а что ты говорила? Спасибо. Нет. Даже вот такое изображение, фактически, со спины, да, вот выражает вот это вот... Я взяла на себя смелость, конечно, наверное, может быть, это не совсем этично, но я взяла на себя смелость, я взяла несколько фотографий Миши Шаевича Стани. Потому что мне кажется, что они тоже отражают настолько важный элемент. Ну, Таня тоже сыграла огромную роль в творчестве Миши Брусиловского. Это же то, что он раз 500 нарисовал. Даже это, конечно. И я просто хотела, посмотрите, какое... Это просто радостные, хорошие, теплые фотографии. Я решила, что Таня меня простит, что я их показала, потому что мне кажется, это значимые вещи. Вот эта вот фотография, когда они как будто смотрят куда-то в одном направлении, Таня немножко в стороне, потому что я фотографировала Мишу, но тем не менее. Вот. И, конечно, кроме гостеприимного дома на Ленина в Екатеринбурге, еще один эпицентр – это их дом в Волнынах. Наверное, все знают, что Волныны – это деревня художников, обитают там все художники. Опять же, началась она именно с Брусиловского, с Мосиным, которые, в общем-то, туда первые заселились. И я тоже вот подобрала несколько фотографий. Здесь на фотографии Миша Шаевич, Таня, Лена Рюмин, Виталий Волович и Саша Рюмин. Я скажу немножко позже об этом. Здесь я эту фотографию не могла не поставить, потому что здесь уже вместо Мишаевича влезла я. Какой кол-кал? Миша. Да, вот такая вот совершенно теплая, замечательная фотография. Это Герман Мителю. Миша Шаевич, Таня Михалыч. Причем, мне кажется, это было совсем недавно, они такие молодые здесь. Такая тоже совершенно теплая фотография. И вот тогда у них вот на этой вот территории, где так прекрасно возникает Виталий Михайлович, вот они вообще совершенно роскошные цветники. И там есть эквилегия, наверное, знаете, да, вот такой цветок, эквилегия или водосбор. И я еще тогда не имея никакого отношения вообще ни к искусству, ни к каким-то попыткам там как-то работать с изображениями, я заглянула в этот цветок и совершила для себя удивительное открытие. Я поняла, что не существует несочетаемых цветов. Потому что в одном цветке собраны совершенно разные цвета. Я поняла, что это миг, который нам как-то вот откуда-то сверху принесет. Ну, если есть гармония, сочетаться будут любые другие результаты. Вот эта вот дорожка, где идет Мир Шайлович с Сашей Рюминым. Саша Рюмин – давний товарищ, они дружат с семьей. Жена Саши Лена, близкая подруга Тани Русиновской. Екатеринбуржица, но он может быть известен по серии замечательных таких альбомов, которые выходили в серебридуальском книжном издательстве. Это Родонит, Яшма, Селинит, Малахин. Их делал, если вы посмотрите туда, кто был главным художником, тогда слово «дизайнер» еще не существовало, там написано Александр Леонид. Позднее он перебрался в Москву. Одну секунду, Юль, самое главное, он делал вот эти кирпичики, которые начали первый блог, потом Андрештам, знаменитая серия средневральского книжного издательства. А, да, да. Это вообще… То есть он очень серьезный. И работает сейчас в нашем наследии? Сейчас он заместитель главного редактора журнала «Наши наследия». Этот журнал выходит в Москве, наверное, знаете его. Выходит он четыре раза в год, совершенно бесподобный журнал по качеству материалов. Главный редактор – это как бы общий руководитель, а по сути должен за главный редактор предполагать ровное изготовление журнала. И, собственно, почему я хотела вот этот вот волновский ряд закончить фотографиями Саши Рюмина, потому что именно с ним мы делали вот этот вот альбом, который… Который украли в этом, что здесь… Вернушили. Все тебе вернули, причем со стихами. Ну, я этот альбом вот именно по этому взяла, вот именно Саша делал этот альбом. Я хочу сказать немножко вообще, как появился альбом. Я даже немножко рассказывала свои истории. Ну, я расскажу. Поскольку вот в те времена подружились мы с Ульшим Шаевичем, я оказалась в этом кругу. Я вдруг с изумлением обнаружила, что у всех художников есть какие-то альбомы, а у Урсловского нет. И я с душевным трепетом вдруг поняла, что я должна это сделать. Что я… У меня не было никакого логического объяснения, я не умела делать гниги, я не понимала, что это такое. Передо мной был, конечно, пример Жени, который делал у меня на глазах, там, и Муниянская икона, и серию по художникам Екатеринбурга. И я подумала и решила, что я сделаю этот альбом. У меня… Я тогда работала в ювелирной сфере, у меня был мой партнер, которого звали Саша Леной. И я сказала, Саша, наверное, мне придется вытащить… Для меня это была очень большая сумма денег, фактически это была основная часть вообще всех тех денег, которые у меня на тот момент были. Вот я сказала, Саша, я буду вытаскивать очень большую сумму, я хочу сделать альбом Брусиловского. У меня нет никаких оснований к этому, у меня нет никаких объяснений, почему это важно, я просто понимаю, что я должна это сделать. И Саша мне тогда сказал, что я с тобой в доле, половина моя. То есть мы делали вместе этот альбом, то есть финансовая часть, финансовая часть в разделе на двоих. Всю гигантскую текстовую работу, всю гигантскую архивную работу по сбору вот этих вот всех фотографий сделал Саша Рюмин. Совершенно великолепный научный каталог, тщательный, скрупулезно отобранный, скрупулезно составленный, со всеми датами, со всей информацией делала Лена Рюмин. Это огромный объем работы. Я уже после этого сделала достаточно большое количество альбомов, я понимаю, о чем я говорю, это огромная работа. Всю основную часть текстов написал Саша. И ваше искусственное название. Да, да. Самая концепция альбома была создана им. Я к этой концепции немножечко вернусь буквально через несколько слов. Через некоторое время. Это было прекрасное время, когда шла работа. Несмотря на то, что основной блок работы, конечно, лег вот мы Сашу, все равно мне посчастливилось принять непосредственное участие и в каких-то материалах, и подготовить какие-то фотографии, и организовать съемку. На тот момент у меня не было еще своего оборудования. Снимал Владимир Иванович Холостых. Картины, которые были вот здесь у нас для этого альбома, смешали, чем мы ездили вместе в Москву. И представляете, вот мы поехали на поезде, в агоне, в местном купе, сутки. Я имела счастье разговаривать с Берсуловским. Туда и сутки обратно. Конечно, это и определенная степень доверительности, и определенные какие-то знания. Для меня очень дороги эти воспоминания. Мне очень дороги воспоминания пребывания в Москве, когда мы вместе с Сашей отсматривали вот эти материалы и разговаривали об этом. Мешали человек с большим чувством юмора. И вот, значит, когда альбом фактически в электронной версии был готов, мы сидели у Саши в кабинете в нашем наследии и просматривали очень методично, спуткулезно. Это была уже такая последняя кучетка этого альбома. И вот, значит, Саша нарисовал последнюю страницу на большом профессиональном мониторе. С трепетом ждет, что мы скажем. Висит совершенно звенящая тишина. Мешишарич губахом вздыхает и говорит «Да, я понимаю, если бы это был Веласкис». Вообще, на самом деле, у Мешарича к Веласкису было какое-то такое свое особое отношение, потому что на протяжении всего общения он достаточно часто апеллирует именно к Веласкису. Обращал внимание? По настроению? На самом деле, вот, не знаю, может быть, в наших разговорах с ним как-то это звучит, но тем не менее, вот, как-то есть вот такая вот адресация. И когда мы работали, конечно, с этим альбомом, мне пришлось увидеть очень много работ Мешарича, которые я не видела вживую, которые расползлись по всему миру, которые, вот, по сути, этот альбом, вот, и картины из частных коллекций, и старые картины, то есть здесь гигантский объем разных фотографий. Но самая моя любимая работа Бурсиловского – это «Гомосадница». Она представлена здесь, эта картина. Искусствоведческую сторону опущу, потому что про нее и рассказывали, и говорили. Ну, вот, меня эта картина просто завораживает. И, помимо того, что вот я к ней испытываю личное такое пристрастие, обратите внимание, это единственная картина Бурсиловского, где он обращается не к культурному контексту, а к биологическому. По сути, эта картина – это эволюция Земли. Начинается она вот с Мирокого океана. Мы видим в ней вот какое-то кипение, такое консервантное так называемое растворо, в котором зарождалась жизнь. Мы видим здесь динозавров, мы видим здесь мамонтов. В центре событий гомосапиенсы, какие-то саблезубые существа того периода. И переход к будущему. И переход к будущему. То есть для меня вот это вот какой-то уже человек космический, вышедший куда-то вот за пределы Земли. И, конечно, Виталий Михайлович. В виде посланника Земли. Вторая работа, которая тоже, мне кажется, для меня лично, я повторяю, что я говорю только о своем ощущении, которая ужасно меня всегда интриговала, это «Красная шампочка». Мы даже вот с Андреем разговаривали об этой работе. Удивительно, мы совершенно по-разному ее воспринимаем, совершенно по-разному ее видим. Но вы все знаете, что в Брусловском очень часто повторяется сюжет. То есть это не одна «Красная шампочка». Это несколько, допустим, сюжетов «Леда и лебедь». Это сюжет «Похищение Европы». Это сюжет «Юди фиала ферма». То есть раз за разом он повторяет сюжеты. И однажды я спросила, насмелилась, спросила, «Похищение Европы, почему вы повторяете сюжеты? Вы ищете там какие-то глубины? Вы что-то не можете дорешить, пытаетесь решить это в другой картине? Что бы он с такой улыбкой посмотрел на меня?» Я понимаю, что мой вопрос был абсолютно дилетантский, абсолютно обывательский. Дима меня его задала, и он мне сказал, «Понимаешь, Юленька, ведь сюжет для художника это всего лишь повод поговорить о чем-то другом». И меня настолько потрясла вот эта вот формулировка, я ее продолжаю осмысливать до сих пор. До конца, до какой-то вот такого, до какой-то большей глубины я поняла эту вещь, когда я уже стала сама заниматься стеклом, я поняла, что он имел в виду. Перед художником не стоит сюжетной задачи. Перед художником не стоит нарисовать картинку, нарисовать события, нарисовать сюжет. Перед художником стоит задача найти максимально яркие изобразительные средства, найти максимально новые цветовые сочетания, найти какой-то новый баланс между линией, пропорциями, между светом, между полутонами. То есть художник решает только изобразительные вещи. И сюжет – это всего лишь повод поговорить об этом. «Венера в гроте». Вот тоже я хотела, подобрала эту работу как иллюстрацию повторяемости сюжетов, потому что, скажем, изображение здесь очень напоминает картину «Агрессия» и картина «Охота на любовь». То есть это тоже дублированный сюжет. Я эту картину, собственно, поставила в изобразительный ряд к этим словам, повторяемости сюжетов. Но буквально два дня назад мы с Андреем Бабрихиным разговаривали о разных вот этих вот вещах. И он меня спросил, как ты воспринимаешь вот эту картину? Что для тебя этот сюжет? Я сказала, ну, мифология, там, Венера, правильно? Что умный Андрей, мнение просвещенное, значит, популярное, объяснирую, что сюжет этот на самом деле из Тангейзера, что это совершенно определенный кусочек сюжета, когда, значит, в гроте вот находится эта Венера, и искание Тангейзера, который мечется там, туда-сюда. Я не буду брать на себя умность Андрея и вот перефразировать его слова, потому что он будет вести свою экскурсию, он об этом с полным правом скажет сам. Просто я, конечно, так поулыбалась, значит, думаю, век живи, век учись, но для меня вот этот комментарий Андрея еще раз стал подтверждением того, насколько Брусиловский, насколько широкий охват культурного слоя, насколько широко вот это культурное мировоззрение художника. Я говорила, что я вернусь немножко еще к вопросу вот о круге Брусиловского позднее. Вот мне кажется, сейчас, сказав вот о такой мультикультурности Брусиловского, можно еще раз сказать, вернуться в мысли о круге тех людей, которые вокруг него находились. Когда ему было, когда ему исполнилось 80 лет, был большой праздник. Была здесь большая выставка, после этого был банкет, на который приехало очень много гостей. И я была в этом банкете, и мы сидели вместе с Игорем Сахновским в уголке. И вы знаете, это было поразительное зрелище. Было больше 100 человек, по-моему, 130 человек, по-моему, было. Это были художники, это были театральные критики, это были искусствоведы, это были люди из всех сфер культуры мирового значения, с мировыми именами. Вот одно, что только неизвестного не было, остальные все были жутовские, я боюсь козырять какими-то фамилиями, потому что меня ошеломил формат тех людей, которых я однажды вдруг увидела на одной конкретной площадке. Все они говорили, говорили очень интересно. Мы сидели с Сахновским в уголке, и вдруг практически одновременно сказали друг другу, ты понимаешь, что мы свидетели эпохи, которая никогда больше не повторится. Вот она на этих людях заканчивается. Великая эпоха великих людей, на смену ей придут другие эпохи, там будут свои герои, но вот ощущение вот этой величины, оно никогда не повторится. Кроме всего прочего, этих людей объединяли очень серьезные личные контакты, они все были друзья, представляете? Люди со всего мира разговаривали друг с другом так, как будто они находятся на кухне, на этих беленьких табуретках, которые были в свое время. Вот это вот братство совершенно необычное людей, которые живут по всему миру, каждый из которых реализовался до самых больших вершин. и вот все они здесь, и все они друзья, и вот эта связь ощущалась. Это было совершенно фамилистическое впечатление. Когда Миша умер, и мы были на поминках, Таня Бурсиловская сказала фразу, которую, ну, надо повторять, инцитировать. Она сказала, самой большой ценностью для Миши, конечно, было искусство, живопись. И второй, самой большой ценностью для него была дружественность, умение и способность дружить. Он всегда, именно вот это слово дружественность, как такой институт какой-то культурный, Танины слова, он всегда ради друзей мог оставить работу, и никогда наоборот. Хотя, казалось бы, да, вот весь какой-то культурный опыт говорит нам о гениальных художниках, там, или композиторах, вообще о генеях, о генетично преданных своему делу, способных на любые подлости, на любые неправильности по отношению к своим близким, по отношению к друзьям. Вот в этом отношении Бурсиловский – это редкостный феномен порядочности, абсолютно человеческой порядочности. Это редкий феномен, это на самом деле так. И говоря, вот вообще рассуждая о Бурсиловском, конечно, нужно рассуждать о целой культурной эпохе. И вот эта книга, она построена именно по такому принципу. Это не просто монография, это целый культурный срез вот этой вот уходящей эпохи. Я очень рада, что я оказалась причастна к появлению этого альбома, потому что это первая и, к счастью, прижизненная вот такая вот формулировка Бурсиловского, как форма образователя, как образователя вот такого вот пласта, то есть как некого ядра, вокруг которого происходит кристаллизация. Вот, то есть Бурсиловский именно как вот такой вот эпицентр. Когда нашел разговор о том, что предстоит делать в музее Бурсиловского, и когда мы разговаривали, какие могут быть на базе этого мероприятия, на базе этого музея мероприятия, я сказала, что здесь могут быть любые культурные мероприятия, потому что это будет все о Миши. Потому что настолько вот широк был и глубок вот этот вот круг, в котором он существовал, что говоря о нем, можно говорить о чем угодно. Начиная там с философии самой глубокой, заканчивая веселыми шутками и упоминая и весь культурный пласт, по сути дела, и уральский, и российский. Боюсь, намахнуть и международные, наверное, и международные тоже. Однажды, когда мы с Мишевичем разговаривали, мы тоже об искусстве, о живописи, я задала опять же свой дилетантский вопрос такой. Я сказала, Мишевич, почему вот при таком изобилии талантливых, интересных художников, сегодня ведь никто не нарисует, как Ремма, или там, как тот же Веласкес, или как тот же Рафаэль, почему сегодня таких художников нет? Жимон Лютчин спокойно сказал, вот знаешь, потому что эти вопросы уже получили свои ответы. На эти вопросы те художники уже ответили. Сегодня перед художниками стоят совершенно иные задачи. Вот эта его фраза, она тоже очень долго и на протяжении уже больше, чем 10 лет во мне развивается и живет. Именно формулировка, в чем же суть, по сути дела, сегодняшних художников. И здесь же я тоже хотела бы сказать еще одну, привести фразу, не дословную. Это рассуждение о такой, ну, невседозволенности, ну, наверное, о всеприемлемости искусства. Когда я пыталась там что-то сказать такое по-своему наивное, вот, это такая вот картина, вот это вот какая-то тряпочка в рамке, это считается предметом современного искусства, или унитаз там расколотый, вот эти вот эти перформансы, вообще это такая все, да? На что Бурсловский всегда говорил. Понимаешь, в искусстве должно быть все. В искусстве должна быть провокация, в искусстве должна быть игра, искусство это не какой-то вот такой эстетичный институт. Чем больше будет всего в искусстве, тем ценнее, тем интереснее будут появляться все новые и новые вещи. Но, говоря вот о такой вседозволенности искусства, он всегда совершенно безошибочно отражал и отмечал, где искусство, а где, ну, по сути дела, там, банальность, посредственность. То есть у него была совершенно четкая эстетика, что искусство, и что нет. То есть он видел цену этого всего, знал он цену и себе, видел он цену, конечно, знал он свою значимость, он ощущал свою значимость. Несмотря на всю свою скромность или всю юмор, он, конечно, знал свою цену. И вот здесь я хочу привести еще фразу Жене, ну, наверное, в своей встрече он ее произнесил, но мне кажется, она очень хорошо сформулирована и отражает суть Брусиловского. Брусиловский знал себе цену. Как любой художник, он, конечно, хотел признания адекватного в этой цене, но он не хотел никаких преференций, которые вытекали из этого признания. То есть он не искал из этого никакой выгоды. Ему важно было признание, но он не искал выгоды в этом признании. Я просто хочу показать еще такой вот портрет Беряда Брусиловского. Это его автопортреты. Они, по сути, здесь представлены. Это 52-й, да? Да, это 52-й год. Они здесь представлены, но они немножко в разных местах все, и поэтому я все-таки решила вот еще раз под ним пройтись. 54-й год. А вот этот портрет, Жень, помнишь, да? Я не помню, какого он года. Это в Академии 54-й, видимо. Вот такой вот интересный автопортрет, фотографий не очень. Нет, не автопортрет. Это Илус Апурсник, известный художник. Да-да-да. Он писал его в те годы. Я извиняюсь. Его, кстати, надо у Тани попросить, может быть. Да, его надо отреставрировать, и, конечно, его надо везде попросить у Тани на экспозицию. Но я тоже взяла его, потому что он был интересный такой портрет. У меня фотография была вообще с телефона, с айфона, я ее вот решила показать. Вообще в автопортрете очень хорошо выражается вот это вот самое ощущение. И я в автопортретах Мишишаевича вижу какую-то степень тревожности и грусти. Несмотря на то, что это абсолютно молодой человек, человек с глубоким чувством юмора, с таким совершенно, казалось бы, не склонной к какой-то белоколии, тем не менее, почему-то для меня в этих портретах видится грусть и встревоженность. У меня один из этих портретов не улыбается и не улыбается. Конечно, Мишишаевич был очень веселым человеком. И в нем было столько теплых человеческих качеств и вот этого юмора и добродушности, такая отзывчивость и открытость. Но при небольшом росте, при, в общем-то, отсутствии каких-то там классических монументальных череп во внешности, для меня, мне всегда считается какая-то вот, какая-то мощность, какая-то такая вот в нем. И я подбрала еще несколько фотографий своих. Это шутливая такая фотография, шапочка Германа Митилёва. Я просто везла фотографии, которые вот праздное настроение пока. Наверное, они тоже обладают какой-то такой интимностью своей. Я посчитала, возможно, это показать. Мне очень нравится вот эта фотография. К сожалению, вы ее видите, он немножко распраженный. Для меня здесь какой-то комплекс таких есть эмоций. Это фотография с выступки у меня в галерее. Вот совсем другой Миша Шаевич, который стоит около своей картины. Миша Шаевич обладал особой чуткостью не просто по всем людям. Он очень трепетно относился ко всем, кто занимается какой-то творческой деятельностью. Он всегда принимал в таких людях участие. Я обращала внимание, что он ходил всегда на выставки молодых художников. Что, конечно, молодым художникам являлось серьезной поддержкой и серьезным событием, что на их выставку пришел Миша Шаевич. В общем-то, он не пропускал практически никаких культурных событий. Здесь вот фотография. Мы ездили в Алопаевск на выставку Алопаевского художника Юрия Трофимова. Конечно, Мишаевич поехал. А это Мишаевич на выставке Нины Горлановой, художницы из Перми. Здесь я взяла вот эту вот свою фотографию. Потому что я хотела сказать несколько слов еще о том, что, собственно, сделал Мишаевич для меня. Когда я начала заниматься стеклом, он вдруг очень серьезно к этому отнесся. И начал со мной очень серьезно... Я не относилась так к этому. Для меня это было хобби какое-то, увлечение, какие-то попытки что-то поиграть, сделать. И он только начал со мной очень серьезно разговаривать об этом. Он приходил, он приносил мне альбомы художников, которые работают вот в таком стиле, который можно было бы перенести на стекло. На одной из картинок, которые я пролистала, я вернусь к ней. Вот в квадратной рамочке, кругляшок, который мне рисовал эскиз для тарелок. И принес его. Я сначала как-то была очень удивлена этому, но он заставил меня отнестись серьезно к своим занятиям стеклом. И, скажем так, что на сегодняшний день для меня в этом тоже какое-то его завещание. Он заставил меня, он потребовал от меня, чтобы я серьезно относилась к тому, что я делаю. Я буду относиться серьезно к тому, что я делаю. Конечно, я буду заниматься стеклом, потому что для меня это вот, я буду заниматься этим в памяти Мишишаевича. И тот музей, который мы собираемся сделать, я хочу еще о нем сказать несколько слов, сколько все равно это звучит. Конечно, Мурсиновский заслуживает серьезного большого музея, в котором было бы несколько этажей, в котором бы могли размещаться базовые коллекции, коллекции и частные коллекции, где проходили бы научные чтения, где бы вокруг этого формировались самые разные движения. Но на сегодняшний день такой возможности нет. Когда-то это будет. Когда-то этот город будет городом Мурсиновского и приезжать сюда будет, чтобы прийти в музей Мурсиновский. Может быть, это будет через 100 лет, может быть, через 50, может быть, раньше. Но чтобы это состоялось, сегодня нужно с чего-то начать. Эту тему отпускать нельзя. И поскольку мы столкнулись с проблемой, что нет возможности большого помещения, мы решили на своей территории, в галерее Птица, выделить основную часть работы экспозиции Мурсиновского. И поскольку это помещение небольшое, мы решили, что мы именно будем работать.